Добрый вечер всем участникам. Добрый вечер, Антон. Добрый вечер, Виталий и все, кто нас смотрит, слушает. Хорошо. Я буду сегодня модератором этой презентации. Я буду отвечать за технические инфекции и буду засчитывать вопросы у участников. У нас сегодня очень насыщена программа, и поэтому сразу, Антон, тебе слова. Да, надо начать с чего-то очень важного. И я бы хотел задать несколько фундаментальных вопросов, которые бы пробудили внимание всех слушателей. И если бы у нас был бы живой диалог, я бы просил, чтобы вы все ответили на эти вопросы вслух или хотя бы самый активный участник. Но поскольку у нас интернет-формат, удаленная презентация в формате вебинара, то даже если вы ответите сами себе, а еще лучше в СНИК, это будет хорошо. Эти вопросы, это не просто вопросы, это такие некие Куаны. Итак, мы знаем такое понятие или выражение «Отец Небесный». Я бы хотел спросить, а где находится Отец Небесный? Я думаю, вы употребляли это выражение. Или хотя бы слышали. И когда вы его слышите, местоположение Отца Небесного, какое вы подразумеваете? Чувствует, знает. И, наверное, если Отец Небесный, то, наверное, он как-то связан с небесами. Это слово есть во всех языках, во всех индоевропейских потомках языков древних. И в латыни это celestial, в английском это heaven. В наших языках это небеса или небо. Но небо есть как бы обычное, а есть то небо, которое связано с Отцом Небесным. Так вот эти небеса, где они находятся? И там должен находиться Отец Небесный. Многие подумают, как это связано с ретической астрологией, с джотишем и контрджотишем. Очень непосредственно. Следующий вопрос, который я хотел бы задать. Мы слышали, что были разные способы почитания Солнца. И при этом люди, возможно, почитали Солнце, как какой-то небесный объект, как астрономический объект. Называется из такой понятия в ископедиях небесное тело. Но фактически это какое-то визуальное явление. Или когда люди почитали Солнце, они обращались к чему-то другому. Последний вопрос, который я хотел бы задать, чтобы пробудить ваше внимание и понять, на каком фундаменте будет дальше моя презентация. Можно ли прожить без приоритетов? Можно ли не иметь приоритеты, например, в науке или в системе знаний? Может не быть приоритетов, когда я занимаюсь какой-то сферой познания, изучения, ну будь чего. Познание мироздания или изучение мироздания через конкретную науку. Ну и в жизни, конечно, бывают такие ситуации. Человек говорит, что для меня все важно. И семья, и работа, и духовная, и материальная. Но к чему приведет отсутствие приоритетов? В жизни это возможно? И к чему это приведет? И может быть отсутствие приоритетов в познании и науке? Если вы уже ответили для себя на эти вопросы, то нам нужно идти дальше. Поскольку начало будет презентации состоять в том, что я покажу отличия джотиша и тантра джотиша. И в принципе есть такой некоторый синоним. Что такое джотиш? Ну это какая-то ведическая астрология. Особый вид астрологии. Тогда чтобы понять, что такое джотиш, если это какой-то вид астрологии, нам нужно понимать, что такое астрология. У вас есть много разных своих собственных ответов. Но я думаю, они будут каким-то образом слегка отличаться от общепринятого понятия. И допустим за этим общепринятым понятием мы можем обратиться в энциклопедию. В энциклопедии будет написано, что астрология это система знаний или какое-то некоторое учение. Иногда будет написано, что это верование или лженаука, которая по расположению небесных тел в основном планет предсказывает будущую жизнь человека. И там будет написано, что это слово взято было из греческого языка. Там два корня. Логос это учение или мысль, причина, слово. И астро это звезда. Таким образом, как бы получается, что астрология это наука о звездах. Некоторые энциклопедии говорят, что вот эту вот силу планетам, возможность предсказывать или какие-то другие подобные вещи возникла, так сказать, наука или тенденция возникла давно. И тогда люди верили в каких-то божеств или богов и говорили, что всем управляют боги. А потом они начали связывать, ассоциировать этих богов с планетами. И таким образом сначала они верили в богов или божеств, которые управляют всем на земле. А потом сказали, что это вот влияние богов трансформировалось на планеты. И таким образом начали верить, что планеты управляют жизнью. Это интересное указание. Давайте его запомним, оно потом пригодится. И эти же ученые, которые написали в ученых, объективных, современных энциклопедиях определения астрологии, они начали астрологию променять. Они же не могут сказать, что это просто лженаука и все. Вот нам она не нравится, она не вписывается в наши какие-то системы наук. Это и не психология, и не соционика, и она очень далека от так называемых объективных наук. Они же не могут просто так сказать, что это лженаука. Они начали проводить много исследований. И в основном это были статистические исследования. И эти эксперименты даже тех ученых, которые лояльно, то есть хорошо относились к астрологии, они ее не подтвердили. Конечно, тут могут быть среди нас много астрологов, которые уже практикуют 10-15-20 лет. Они скажут, ну, они выполняли какой-то заказ, они нехорошие люди, они специально так сделали, чтобы не подтвердить астрологию. Но не может быть такого, что вот эти все ученые так плохо настроены. Был же Гоклен, по-моему, если не ошибаюсь, он пытался это сделать, у него это тоже не получилось. И один из самых мощных экспериментов или даже исследований был такой. В 1958 году английские ученые собрали более 2000 человек, которые родились в течение 4-5 минут. И у них должна быть одинаковая карта рождения. То есть они родились в одной стране в Англии в течение 5 минут. То есть явно даже какие-то дробные карты у них должны быть одинаковые. И они начали их изучать в течение многих лет. Как они там учились, какие у них были склонности к профессии, какие у них был интеллект, привычки. Они должны быть очень похожи, потому что у них одинаковые карты рождения. Но вот представьте, вы консультируете человека, рассказали ему, что это по карте рождения, приходит такой же, с такой же карты рождения. Вы как бы должны ему рассказывать то же самое. Они должны быть очень похожи, потому что у них одинаковые карты рождения и дробные в том числе. И эти ученые, которые были в принципе неплохо настроены по отношению к астрологии, сказали, что это совершенно разные люди. Они ничем не похожи. И из этого был сделан вывод, что астрология и лженаука, но нас там мало интересуют. Они сказали, что планеты, в том числе Луна и Солнце, никак не влияют на человека. Ну, они, конечно, влияют. Есть там разные циклы и все это. Но чтобы было такое влияние, что можно было нарисовать схему положения рисунок этих планет, построить это как какую-то карту на основе какой-то концепции и дать какие-то правила интерпретации, это все не работает. И нам нужно иметь это в виду, потому что, конечно, есть определенные проблемы в объективной науке, но все-таки в контексте сбора статистической информации и обработки, они давно этим занимаются и умеют это делать. Теперь возьмем мнение восточных людей, индийцев, ведических астрологов, знаменитых каких-то, как их назовем, даже специалистов джотиши, ведических астрологов, как они описывают астрологию. Просто мы можем подумать, ну, какой-то там маленький, скромный астролог из какой-то деревни в Индии, он думает, что это планеты, ему так рассказали и, в принципе, может быть это так, может быть нет, ему так проще, но такая концепция. Планеты влияют на людей, планеты в карте рождения, и поэтому я могу по карте рождения предсказать будущее, рассказать о прошлом и дать какие-то рекомендации. Но возьмем, сначала просто википедия, там англоязычная или на другом языке. Там будет написано, что джотиш – это наука наблюдения за движением небесных тел, то есть астрономических объектов. И это наблюдение используется для предсказаний. И что интересно, они говорят, что вот это вот джоти переводится иногда как свет, но, в принципе, это подразумевает небесное тело. И вот за того, что джоти – это небесное тело, тогда получается, что джотиш – это наука о небесных телах. Ну, может быть, да. Может быть, на википедию влияют те же самые объективные и современные ученые. Возьмем известных авторитетов. Дипак Чопра считается очень известным специалистом в ведических науках. И в аюрведе, который он обучался у Махриши Махиша йоги, и в медитации, и в джотише в том числе. И мы заходим на его сайт и читаем, что такое джотиш. Он говорит, что это астрология, но очень сложная математически. То есть даже самый авторитетный ведический астролог, который живет не в Индии, а в Америке, он говорит, что джотиш – это ведическая астрология. Очень сложная, очень мощная, идет из древней традиции Индии, но все-таки это астрология. И чем она занимается? Она исследует карты, которые являются положением планет. И на основании вот этих как бы космических, то есть астрономических, астрологических влияний, по этим картам можно рассказать о человеке, о том, какие его врожденные склонности, описать его тенденции жизни, периоды жизни и дать какую-то мере коррекции. Возьмем какие-то самые авторитетные и популярные сайты в интернете о ведической астрологии – индийские. И они говорят, что джотиш – это ведическая астрология. То есть сами авторитетные идицы говорят, что джотиш – это ведическая астрология. Это наука об астро, о звездах, то есть о влиянии планеты звезд на жизнь человека. Или пандит Уми Шарма, тоже довольно авторитетный человек, он занимается ягьями и астрологией. Он говорит, что джотиш – это самая старейшая система астрологии, ее называют индийской, индуистской, ведической. Но все равно это астрология, и специалист джотиша изучает именно положение планет, ну и других небесных тел в момент рождения человека. И по этому положению планет предсказывает будущее, там говорит о чем человеку помочь и как получить его жизнь. И другие астрологи говорят то же самое. То есть джотиш – это ведическая астрология, она изучает влияние планеты звезд на жизнь человека. Суть астролога, или роль астролога заключается в интерпретации влияния небесных тел на жизнь человека. Кроме того, есть планетные циклы, но главное, что карта рождения – это схема неба, то есть расположение планет, а планеты влияют на жизнь человека. Я скажу, что это все неправильно. И я могу объяснить, почему это неправильно, как правильно, и откуда завелось это неправильное понимание, неправильная интерпретация. И я не зря вас спрашивал, что означает «Отец небесный» или «Небеса». Но сразу я не скажу готового ответа, чтобы презентация или вебинар был более интересным. Для начала просто можно заправлять информацию. Это не знание, это просто информация. Посмотреть во все доступные санскритские словари и поискать там определение или перевод слова «джотиш». Там будет яркость лисияния, там будет сурья, потом там будет астроном-астролог, астрономия-астрология. Потом этот интересный момент – наука, изучающая движение небесных тел. Чтобы знать время и проводить всякие ведические церемонии, ритуалы, пуджи, яджны, хомы и все остальное. Астрология изучает движение небесных тел. Небесных. Это как-то связано с тем Отцом Небесным и небесами, про которые я спрашивал вначале. Может быть, небесные тела на самом деле находятся не на небе, а на небесах, то есть в какой-то иной сфере. И именно этим занимается джотиш. Изучение дэвов. Такие дэвы, ну, будем говорить, что это боги или божества. Это наука света. Джотиш Амат. Это, значит, связанный с сиянием, блеском чистый, духовный и относящийся к миру света. Может быть, это имеется в виду какой-то другой свет? Да, свет есть у Солнца, свет есть у каких-то источников света, но есть какой-то другой свет. И, возможно, астрология изучает не тот свет, который мы видим от Луны, Солнца и других планет. И вот ключ джотиша связан с прилагательным celestal или heavenly, то есть небесный. И небесный имеет два значения. Астрономический, который находится на обычном небе, то есть sky. И небесный, celestal или heavenly, который является божественным, то есть там, где находится Отец Небесный, то есть относящийся к Отцу Небесному или к небесам. Ну и некак прилагательное, существительное, джотиш означает небесный мир. И если мы это принимаем материалистический, то это астрономический мир. Мир Солнечной системы. И там, да, конечно, будут какие-то планеты. И, вероятно, астрология как бы должна заниматься влиянием этих планет, которые в астрономическом смысле понимаются. Но есть перевод небесный, как духовный, чистый, святой, светлый, относящийся к Отцу Небесному и к небесам. Как к сферам, где живут боги. И, может быть, джотиш изучает связь с вот этим вот божественным миром, миром божеств, дэвов, дэват. Ну и опять же, джотиш — это свет, как божественный принцип. А мы знаем, что все было создано благодаря свету или сознанию. Благодаря принципу бытия. И вот этот свет или сознание выражают этот принцип бытия или принцип Бога. Или источник космического разума. То есть джотиш — это свет, идущий из космического разума. Ну, можно сказать, что из Творца. Это свет Творца. И опять же, джотиш — это наука о небесных телах. Но опять же, непонятно, каких небесных. Те, которые находятся там, где небеса, божественные сущности и Отец небесный. Или небесные тела, которые находятся в Солнечной системе и которые мы наблюдаем. И что интересно, мы же знаем такое выражение на санскрите. «Арано аниянма хато махиям». Меньшее и меньшего соответствует наибольшему. Или то, что самое большое, оно такое же, как самое наименьшее. В Европе обычно это переводится как, или интерпретируется, как «что вверху, то и внизу». И может быть, есть какой-то самый верх, там какие-то божественные движения, каких-то вот этих небесных тех тел божественных. Они каким-то образом проявляются в движении в Солнечной системе астрономических небесных тел. А потом они также проявляются в человеке, как движение его мыслей, его ощущений в нем. И фактически Солнечная система – это копия слепого какого-то высшего божественного мира, мира света, мира богов, который изучает антроджетер. А вот эти объекты Солнечной системы, как астрономические тела, они просто являются отражением, копием, как бы таким повторителем. То же самое в человеке есть просто копия того, что там где-то наверху воспроизводится. И тогда мы должны будем подумать, это влияют все-таки астрономические объекты, как небесные тела, или какие-то те высшие сущности, как мы их тут можем сказать, те божественные явления, или божественный свет на нас влияет. И с этим нужно будет разобраться. Но даже само понимание вот этого двусмысленности слова celestial или heavenly, оно уже нам подсказывает ключ к этому. Теперь я подумал, может быть я зря пристал к этим всем ведическим астрологам, т.п. самым знаменитым. Потому что вы возьмете любого ведического астролога, самого знаменитого, которого считаете. Он скажет, да, на нас влияют планеты. Я думаю, он же занимается этим двадцать или тридцать лет. У него там тысячи или десятки тысяч учеников. Он же не мог этого выдумать. Наверное, он взял какой-то первоисточник и в нем это прочитал. Тогда я решил делать то же самое. Я взял первоисточник. Это книга Брихат Парашира Хурошастра. И решил посмотреть не то, что там уже в готовом переводе, а что там написано в оригинале. И достаточно было посмотреть начало первой и третьей главы. И вот. Первая глава с первой по четвертой шлоки. То есть страфы. Брамин Мартрея спрашивает у Риши Параширы. Джотиш является высочайшим знанием. Это одна из самых ценных ветвей Веды. И он говорит слово Джотиш. Он не говорит ведическая астрология. Или наука изучающая движение астрономических объектов небесных тел. Он говорит слово Джотиш. И из этих трех разделов я хочу изучать не Ганиту и Санхиту, а Хору. И где-то практически вся эта книга в основном посвящена Хоре, как разделу Джотиша. И тут он почему-то спрашивает, как Вселенная была создана. Расскажи мне. Вот интересно. Если Джотиш изучает Солнце, Луну и другие планеты, то как они могут создать всю Вселенную? То есть Джотиш позволяет ответить на любой вопрос. И по диалогу Майтрей и Параширы это видно. И он говорит с помощью Джотиша я могу заниматься Хорой. То есть давать, интерпретировать карты рождения людей и давать предсказания людям. Но мне интересно, как же была создана Вселенная? То есть Солнце, Луна и планеты влияют не только на человека, а занимаются сотворением Вселенной? Как она будет разрушена? То есть как она придет к коллапсу и потом будет трансформироваться в что-то иное? Тоже мы понимаем, что Джотиш занимается скорее всего не Солнцем, Луной, не планетами, а какими-то более высокими сущностями или силой или чем-то еще, которые создают Вселенную, ее разрушают. И он спрашивает, какое же отношение, то есть взаимодействие, взаимное влияние, а может быть одностороннее влияние, между теми, кто рожден на Земле, Джанма, и этими, опять же, небесными сущностями. И небесными это астрономическими или божественными? И он отвечает. Сурья – это грах апатий, то есть правитель или глава всех грах, и он является источником творения. Не творения Солнечной системы, не создания планет, а творения вообще с большой буквы великого творения. Он сотворил все. Значит, Сурья – это не Солнце. Это великая сила творения, сила бытия, сила Бога, даже Бог или космическое сознание, созидательный разум. Но вот этот онс это все создает, и поэтому Джотиш изучает Сурью, как правителя всех грах, что такое грах, и мы потом очень подробно разберемся, и является причиной творения. Это явно не Солнце. И он говорит, дальше я тебе расскажу науку Джотиша, как я услышал от Брамы, и чтобы эту науку понять, нужно слушаться гуру и предков. Почему-то не замечают этот перевод, что надо учиться не только у гуру, но и у предков. И это было явно сказано в самом начале Брехад Параши и Курошасты. Если сейчас люди говорят, что у меня есть только учитель, а от предков от традиции отошел, то он не выполняет пожелания Махариши Параши. Есть другой перевод, он отличается, это сделал другой индийец, у него другое понимание санскаита, он тоже сделал это на английский язык. Но фактически это там другими словами, но с той же самой сутью. То есть расскажи мне о творении и исчезновении, расскажи мне как мироздание было проявлено и как оно потом закончится. Явно планета Солнце не могла быть причиной мироздания, творения Вселенной. Она не могла сотворить мироздание и потом его разрушить. И также есть просьба в другом переводе рассказать о взаимоотношениях, то есть влиянии между небесами и теми, кто живет на Земле. То есть не небом, как Sky или как Solar System, а именно небесами. То есть небеса, там где находится Отец Небесный и какие-то его помощники, влияют на людей и таким образом меняют. И Джочиш включает взаимоотношения между небесами и какими-то божественными силами и человеком. Сурья это пати, то есть правитель. Самый главный среди грах является источником творения. И к этому тексту очень интересно прокомментировал один человек, который это переделал в санскрит. Он сказал, что грахи это космические силы. И вот этот переводчик ничего не сказал о планетах, которые управляют человеком и вообще всей Вселенной. А Сурья это самая главная граха. Сурья является параматмой, то есть чистым сознанием. Я обычно говорю в своей терминологии, на своих курсах по Джочишу, что Сурья это вселенское сознание. А во мне его представитель есть. Это мое сознание, индивидуальное сознание. Мое божественное начало или мой дух, моя суть. То есть есть атма, это моя, а есть параматма. То есть высшее сознание, космическое, которое обвиняет все сознания. И этот комментатор, интересно, написал, как Парашара это все описывает. Когда он говорит, что я почитаю Сурью или преклоняюсь перед Сурьей, он просто направил свое внутреннее внимание и почувствовал в себе собственное сознание. То есть чтобы рассказать о Сурье, Парашара сказал, что мне нужно почитать Сурью. И как он это делал? Он направил свое внутреннее внимание. То есть постарался ощутить на собственном опыте, почувствовать Сурью. Где? Внутри себя. Внутри себя. В своем собственном сознании. И там он находит Сурью. Потому что внутри меня такое же сознание, которое является частью космического сознания. Внутри меня тоже есть какая-то частица Сурьи. Или частица Бога. Духа. Которая является выражением высшего Бога. И после этого Парашара говорит, что теперь я преклоняюсь или почитаю Брахму. И он почувствовал то же самое безграничное сознание вовне. Это кто занимается учением Адвайта Веданты. Это ключ к учению Ади Шанкары. Который говорит, что Атма это частица Брахмана. Если вы понимаете, что я говорил, вам это будет очень интересно увидеть, что в Парашара Хурашасе написано то же самое. И Веда это знание, которое показывает, как сотворилась Вселенная. То есть самое главное в Веде она описывает сотворение Вселенной. И это ощущается не какое-то интеллектуальное понятие. Там был большой взрыв. Или там на черепаху залезли киты. И это внутренний опыт просветления. Я чувствую, как это было все, потому что я могу почувствовать Сурью внутри себя. И почувствовать его внутри себя, как свою Атму, свое сознание. И вовне, как все его творение в виде космического сознания. Таким образом, Веда это чтобы проживать какой-то опыт. Например, опыт высших сил. И таким образом я могу почувствовать творение. И вот этот опыт называется просветленным. И вот это просветление, вот этот опыт. Это есть тот свет, который сейчас говорит, что жорчишь наука света. Какого света? Но вот этого просветленного опыта, когда я внутри себя ощущаю высшие силы. Сурью, то есть индивидуальное сознание, космическое сознание на собственном опыте. Идем дальше. Не слишком ли подробно рассказываю? Да, отлично. Я могу еще третью главу описать. Или уже достаточно, что понятно, что я имею в виду? Я думаю, всем понятно, о чем идет речь. В третьей главе описано то же самое. То есть там почитается Сурья как главная граха и он же Арка. И Арка переводится не как Солнце. Арка это тот, кого почитают. То есть фактически это Отец Небесный или Бог. То есть третья глава говорит о том же самом, что Сурья это не Солнце. Это не астрономическое тело. Это не небесный объект. Это высшая сила, которая на нас влияет и которого нужно почитать. Там специальное такое слово Арка. Арка. Тогда переходим к следующему набору каанов, вопросов. Вы, наверное, знаете такую моду, что очень многие ведические астрологи не ограничиваются тем, что называют себя астрологами. А говорят, что мы еще астропсихологи или ведические психологи. А почему? Может по ней чувствует какой-то недостаток в знании. Вот такая странная какая-то вещь получается. Джотиш как наука все знания, которые позволяют понять, как сотворилась Вселенная. Узнать о влиянии Бога, Божественных сил, Высших сил на все, в том числе на человека. Но является недостаточной и почему-то нужно заниматься ведической психологией. Что-то здесь не то. Тогда следующий вопрос. Что такое примета? Народная примета или ненародная? Вот, например, вы слышали, что если воробьи купаются в пыли, то есть в песке, в земле, в грязи, можно сказать, в сухой, то будет дождь. Или, например, там петухи поют всю ночь, не к добру. Или если летит много паутины в начале осени, то осень будет теплая. Ну и самое распространенное, если ласточки и другие птицы летают низко, то будет гроза. А теперь, внимание, вопрос. Ласточки начинают летать низко и вызывают грозу. Паутина начала летать и сделала осень теплой. Воробьи решили сделать дождь и думают, вот сейчас мы покупаемся в грязи, в пыли, в земле и будет дождь. Есть ответ, что примета – это какой-то определенный опыт предков. Ну, это не определение, а именно описание, откуда оно взялось. Это результат наблюдений. Предки наблюдали, да, я понимаю. Но вот на основании этого опыта предков, их наблюдений, систематизации, мы какой делаем вывод? Что предки заметили, там, в муравейнике много муравьев, будет хорошая погода. И это сами муравьи, по наблюдению наших предков, вызывают тут хорошую погоду. Или нет? Скорее, это событие является каким-то показателем того, что тут наступает следующее. Как это называется? Немита. Немита на санскрите. Вамерия. Да. Омы на латинском и на других европейских языках, романских. У нас это знамение, знаменование, знак. Или фактически некая закономерность, можно так сказать даже. Этот знак показывает закономерность, но сам этот знак не является закономерностью, он просто ее показывает. А закономерность основана на каком-то другом законе. Животное чувствует, что будет перемена погоды, например, или еще что-то осуществляется в природе. Но они не вызывают это все? Или вызывают? Нет, не вызывают. Нам нужно вызывать. Они чувствуют просто силы, которые приходят на землю, проявляются, и тогда их тела, как естественные, они начинают вот так... Реагировать? Показывать. Да. Реагировать. Ну да. То есть, мне моя бабушка там еще 30 или 40 лет назад сказала, что вот если кот умывается лапой, то придут гости. И я проверил, работает. Да. Примета в основном рабочая. Бывает исключение, но работает. И вот не мог понять, это кот решил вызвать гостей, умылся и они пришли или нет. Ну и мы как уже разумные, рациональные люди понимают, что есть какие-то изменения в окружении, какие-то силы влияют. И те, кто чувствительные, они это чувствуют и показывают. Но сами они это не вызывают. И мы должны это осознавать. И поэтому, если мы говорим, что, скажем там, у человека мангала в первой бхаве, то есть в восходящем знаке, прямо над горизонтом, в момент рождения, показывают то, что у него будут какие-то огненные качества. Может быть, это просто как вот этот кот, он просто нам показывает лапой, что будут гости. Но, может быть, сам этот мангал этого всего не вызывает? Почему мы точно знаем, что именно сам мангал, то есть планета Марс, как ее называют, или как там его, арей, бог войны. То есть это планета вызывает, или бог войны? То, что более осознанно, то это должно вызывать внешний знак. Правильно, да, очень точный критерий. То, что более осознанно является более божественным, более высшим, более сильным, более причинным. И какое осознание у Марса, у планеты Марса? У нас нет ответа на этот вопрос. И поэтому то, что когда-то началось с неправильного перевода celestial bodies, или там heavenly forces, и перевели вот это celestial heavenly, ну, просто подумали о двух значениях это слово небесное. И поняли небесное материальное, как на небе, sky в небе. Хотя во многих книгах там написано, что грахи движутся в пространстве, и там слово акаша, а не небо. А грахи как силы действительно движутся в акаше в пространстве, но не в солнечной системе. А там есть некоторая такая копия, как вот часы показывают на время, но они не вызывают ничего, они просто показывают движение времени. Так эти планеты не движутся и показывают движение этих сил. Вот, но они не должны вызывать, и это просто такой неправильный перевод. Поэтому у нас время ограничено, я подытожу вот эти все ключи, если мы их правильно поймем. Джодиш не является астрологией. И эта ошибка перевода, сложившаяся традиция, она началась очень давно. Можно проследить когда, но так перевели вот эти слова небесный. И под небесным поняли не отца небесного, не небеса, не место божеств, высших сил, дэват или дэва. А поняли небо как sky, как просто то, что мы видим на небе. А там солнце, ну все понятно, тадасурия это солнце. Вот так неправильно поняли. На самом деле джодиша наука всезнания. И вот этот свет, который там есть как корень джо-ти, это свет как фундаментальный принцип творения. Этот свет показывает как возникло творение. Как возникло сознание, оно себя начало осознавать, и проявилось там восприятие, восприятие в действии. И это потом стало уплотняться, возникли первоэлементы махабхуты, и потом возникло мироздание. И свет описывает самый фундаментальный принцип, принцип творения. И джодиш – это наука о том, как свет создал вселенную. А что такое вселенная? Это проявленная материя, которая имеет формы, закономерности своей жизни, какие-то движения. То есть джодиш знает и суть, как причину творения в виде этого света. И все, что свет натворил, как его проявление. Как пространство, время, органы восприятия, первоэлементы, и потом уже тела, людей и все остальное. Он показывает все эти законы. И к планетам это никакого отношения не может иметь никак. И поскольку мы знаем закономерности творения, если джодиш дает принципы творения, он говорит об этих закономерностях. И поэтому он может подсказать, по каким тенденциям, по каким влияниям будет развиваться все, что сотворено. То есть он дает понимание форм жизни и их закономерностей. Если форма жизни – это человек, он описывает жизнь человека на основе каких-то самых глубоких принципов. Именно вот эти принципы фундаментальные изучает настоящий джодиш. Если мы это понимаем, я могу позже объяснить, что такое тантра джодиш. Но для этого можно понимать, что джодиш – это не астрология, не ведическая, не индуистская, не самая древняя, не самая точная. И те же самые планеты – это просто знамения, это знаки. Но они не влияют на человека, а влияют грахи. И если я как бы хочу у вас отобрать какой-то фундамент, сложившуюся привычку, считать, что на нас влияют планеты, вы не захотите этого делать. Вы не захотите отказываться от того, что мы как-то уже привыкли, мы говорим Марс, мы не хотим говорить Мангала, мы привыкли говорить Солнце в Деве, а Сурья в Кане нам не звучит. У нас есть привычка. И поэтому нужны какие-то веские основания, чтобы приводить тех людей, которые привыкли неправильно понимать. Для этого нам нужно разобраться, что такое граха. Ну и мы понимаем, что это какая-то главная суть в джотише, ну и соответственно в тантра джотише. И даже в самом авторитетном трактате, если мы читаем это правильно на санскрите, то там и написано, что на все влияют грахи. Грахи это какие-то heavenly bodies, то есть небесные сущности, там где живут боги. Это какие-то девы или девы, это божества, которые на все это влияют. И на нас, на все мироздание. И чтобы разобраться с этим всем, нужно понять грахи. Только когда мы сможем понимать все остальное? Опять у меня будет несколько вопросов, чтобы пробудить ваше внимание к грахам. И чтобы правильно их начать узнавать. То, чего я не чувствую, это в моей жизни есть или нет. И может как-то на меня влиять то, что я не чувствую. Вот какая-то страна Гватемала, и у меня вообще нет никаких ощущений от нее. Она меня как-то влияет? У меня есть какие-то отношения с Гватемалой или с Гондурасом? Скорее всего, нет. Потому что, что такое моя жизнь? Это то, что я чувствую. И то, что входит в диапазон моих ощущений, входит в диапазон моей жизни. И наоборот, то, что я не могу почувствовать, это в моей жизни отсутствует. И поэтому, если вы говорите, что на нас влияют грахи, и это такое огромное влияние, то я должен их чувствовать. А как мы чувствуем Сурью или Мангалу? Как? Вот, например... Например, на меня влияет мой отец или мой начальник, мой учитель. Я же не говорю, что у меня есть такая некоторая концепция, что на нас влияют наши учителя, начальники авторитета. Я реально ощущаю его влияние на меня. И я могу сказать, да, я чувствую его влияние. И если я спрошу, какое его влияние? Если я реально чувствую влияние на себя какой-то силой, я могу описать, какое оно. И вот, если мы говорим, что на нас влияют грахи, то как я опишу их влияние? Какое оно? То есть, какой мой реальный опыт влияния на меня? И не отдельного какого-то случая. А вообще всегда. Какое стабильное, постоянное, непрерывное влияние на меня Сурью. И я же это описываю по качествам. То есть, допустим, учитель на меня влияет мягко, а отец жестко, а начальник, например, социально или финансово. Я могу это влияние описать по качествам. Могу ли описать качество влияния Сурью на себя? И я же опять чувствую, опять же, возвращаясь к тому, что я чувствую силы, которые на меня влияют. Тогда я должен чувствовать эти грахи. И если я это не чувствую, то, может быть, я не знаю, что такое грахи. То есть, например, я астролог, я занимаюсь консультациями 10-20 лет, и мне предлагают купить книжку по грахам. Я говорю, я грахи еще 15 лет назад выучил, я все знаю про грахи. Точно? Ну, опишите качество влияния на вас Сурья. В каких качествах он на вас влияет? Как вы его чувствуете? Или, например, если вот в окружении проявился Сурья, пришел. Мы делали пуджу или яглю для Сурья, он пришел. Как вы почувствуете, что именно он пришел? И что интересно, когда я описываю влияние на меня сил, например, если я беру людей, то я говорю, да, вот влияние людей на меня я могу описывать в каких-то качествах. Влияет порывисто. Я говорю прилагательные. То есть, не существительные. Кто на меня влияет? Отец. И это единственное существительное, которое я могу сказать. А потом, если я спрашиваю, как он на меня влияет, я могу долго описывать в качествах, то есть, в прилагательных, в описаниях свойств. И при этом само существительное, само имя может быть только одно. Я сказал отец, а потом описываю, как это было. Поэтому, если я уверен, что у меня есть опыт грах, и я могу понять, что это такое, тогда я должен чувствовать их характеристики, их качества, то есть, назвать их эпитеты. И что интересно, если мы, допустим, обратимся к ведической литературе, из которой идет джотиш, как ведическая, как бы астрология, хотя на самом деле не астрология. Там есть такие тексты, которые называются первыми главными ведами. И эти веды как бы гимны к каким-то индуистским богам. И суть этого гимна состоит в том, что иногда называют его имена, а иногда просто называют качества, эпитеты этой сущности, этого деваты. Так может быть, веда это обращение к грахам как к высшим силам, а не гимны к каким-то богам. Может быть, в этом суть веды, что нужно обращаться, называя эпитеты, то есть, к качеству свойства прилагательные высших сущностей, и таким образом пробуждать свой опыт. Или вот, например, есть такое понятие «благотворные и неблаготворные грахи». Если я говорю, что я знаю, что такое граха, и знаю, что она неблаготворная, то как я чувствую неблаготворность? То есть, конкретно, как я чувствую, что сурья неблаготворный? Вот возьмите любую книжку, там будет написано, что сурья – это пагубная граха, воскресенье – плохой день. Если сурья заходит в какую-то бхаву, он все портит. Почему? Но он же пагубная граха. Как я чувствую пагубность сурьи? На конкретном опыте, хоть на одном прочувственном примере. Конечно, можно сказать, да, я чувствую, вот у человека сурья был в седьмой бхаве, и у него были сложности взаимоотношениями. Вот я почувствовал. Я не почувствовал. Может быть, дело было не в сурье, а совсем в другом. Но я нашел такой некоторый пример, который всегда можно связать. Может быть, это интеллектуальная такая концепция. А на самом деле сурья здесь ни при чем, и он не пагубная граха. Тогда, если грахи – это высшие сущности, божественные, небесные в глубоком, духовном смысле. Кстати, во многих переводах было написано, что это heavenly entities, божественные сущности. И даже кое-где было написано heavenly spirits, небесные духи, божественные духи. И духи не в каком-то там распространенном понимании, что вот темные духи, зные духи. Духи как что-то утонченное, как что-то очень глубокое, очень духовные сущности. То есть, духи как духовные сущности. И грахи – это и есть духовные сущности. И почему они управляют нашей жизнью? Вот, допустим, если вы христианин и говорите, что да, я занимаюсь астрологией, и нашей жизнью управляют грахи. А как же христианский бог? Так кто же все-таки управляет? Бог в той конфессии, которой я занимаюсь? Исламский, буддистский, христианский или там какой-то еще? Или грахи? А может быть, это одно и то же? Может быть, есть какой-то главный бог? Бог, и это называется сурья, сила бытия, сила рода, сила существования, космическое сознание. И в большинстве религий называют его богом. А остальные его проявления, его помощники, можно сказать, апостаси. И если в религии у меня цель почувствовать Бога, то в Джотиша должна быть та же самая цель – почувствовать грахи. Есть один вопрос, как раз в тему очень. Отлично. Есть люди, которые очень считают глобальным изменением в мире. А есть люди, которые чувствуют что-то, но никогда не сможет описать это особенно. И как на них влияют, как я. Как же научиться осознавать влияние грах и как их распознать? Ну, с точки зрения маркетинга, я могу сказать, приходите в нашу школу, наши курсы, наши вебинары, и я вас научу. Но как самому или как с помощью учителя? Если как самому, то это очень сложно. А как с помощью учителя, так не зря Майтрея спросил у Парашары, как это почувствовать. И Парашар ему дал опыт, он его инициировал, пробудил. Поэтому вам нужно найти человека, который реально знает, что такое Джотиш. И не считает, что это астрология. Это будет настоящий Джотиш Ачарья, Джотиш Гуру. Он вам даст опыт этот грах. И вы их почувствуете. Ну, можно это сделать через книгу, я пытался это делать в своей книге 9 грах. Но это работает не так эффективно, как живое общение. Поэтому вам нужен учитель Джотиша. Не учитель ведической астрологии. Не тот человек, который скажет, что на нас влияет Марс и даст много вариантов логических объяснений. А который даст почувствовать вам мангалу. И таким образом вы получите этот опыт и дальше уже будете чувствовать сами. Всю оставшуюся жизнь. Вы будете инициированы. Это хорошо. Вам не дальше. Тогда, если я должен почувствовать Бога, если я говорю, что на меня влияет отец, авторитет, начальник или какая-то высшая сущность, тогда я должен ощущать это влияние на собственном опыте. И грахи – это те высшие силы, которые я должен проживать на собственном опыте. Я должен их почувствовать. Хоть какой-то первый опыт получить. Как-то это почувствовать. И я начинаю исследовать. Исследовать свои ощущения. Ощущения от этой грахи. И, фактически, исследуя свои ощущения от сурьи, я исследую сурьи. Потому что мои качества, мои ощущения, мой опыт соответствуют его сути. Если во время опыта сурьи я чувствую концентрацию, желание сделать что-то высшее, подумать о главном, то это и есть качество сурьи. Таким образом, я знакомлюсь, получаю опыт, глубже исследую эти высшие силы, и, в конце концов, я начинаю их осознавать. Я вижу их в любом явлении. То есть, что-то происходит, я понимаю, какая граха или комбинация каких грах это все вызвало. И я начинаю их видеть во всем. И в этом суть джотиша. Ну и тандра джотиш позволяет это сделать наиболее эффективно, быстро. Когда мы изучаем в нашей школе астрологию, мы даем опыт грах, потом показываем, как из грах возникают раши. Потому что раши – это следствие опыта грах. И не осознавая грахи, мы не можем понять, что такое раши. Поэтому как-то странно, когда люди приходят на обучение астрологии, даже ведическое или джотиша, им рассказывают, что есть 12 знаков, давайте заучите, запомните этих качеств, их названия, имена на санскрите. Там, Меша, Вришабха, Митхуна, Карка, Симха и так далее. Просто запомните это все. А как их почувствовать? Ну не важно, вы запомните и все. Если я не чувствую грахи, я не смогу почувствовать раши. Потому что раши возникают из грах. Точно так же пхау возникают из раши. Есть закономерность, есть закон. Почему из 9 грах возникло 12 раши, а уже из 12 раши возникли 12 пхау. Есть принцип, его можно почувствовать. Это все закономерно. Но, если вы думаете, это придумал Кузнецов или его учитель Бокачев, В той же самой книге Брихат Парашара Хурашастра написано, что, прежде всего, Сурья сотворил мироздание, вселенную. И он это сделал с помощью 9 грах. А потом он проявил себя, там переводится как зодиак, но это не зодиак, это пха чакра. Или круг звезд. Он проявил себя еще в круге звезд в 12 секторах. И возникло 12 раши. Потом Сурья это сделал еще раз в 27 секторах. Получилось 27 Накшата. А потом, когда вот эти 12 раши уже приходят в нашу земную жизнь, в наши обычные сферы жизни. Ну, земные, проявленные, человеческие. Тогда этим 12 раши соответствуют 12 пхаб. И поэтому, чтобы понять пхабы, нужно прожить на собственном опыте раши. Какие-то места, где они у меня в теле, какие они по качеству. А чтобы понимать раши, нужно иметь опыт грах. И это должно быть не какая-то информация. Это должен быть собственный опыт. И джотиш обязан это давать. И это даже есть в самом древнем вторительном доктате. А тантра джотиш это такой подход, который позволяет это сделать наиболее эффективным. Если джотиш это наука о всех фундаментальных законах и принципах, тогда джотиш должен давать ответы на любые вопросы. И это так, и поэтому называют наукой всезнания. И что самое ценное, в джотиш есть... И в тексте Парашира это записано, но очень кратко. Но мы можем, зная грахи, понять, кому стоит обучиться, а кому не стоит. Кому стоит консультировать, а кому не стоит. Потому что все считают, что нужно консультировать, нести добро, помогать людям. Если мы просто занимаемся астрологией, тогда это как бы так. Но на самом деле, иногда обучение приносит вред человеку. Или неправильное применение астрологии приносит вред. Точно так же, консультировать можно не всем людям. И не зная джотиша, нам трудно понять, как правильно консультировать. Может быть, выучить какие-то этические принципы астролога? Может быть, пойти на какую-то лекцию по этике или консультированию во психологии? Нет. В самом джотиша есть эти фундаментальные ключи. Кто может обучать? Кто имеет право обучать? Кто может консультировать? Кто имеет право консультировать? И как избежать негативных последствий консультации? И к чему это может провести, если человек применяет это знание не по праву? Возможность есть у всех. А вот право есть не у всех. И в джотише скрыто это очень важная вещь. Поняв именно джотиш, а не ведическую астрологию, не как влияние планет, а как влияние высших сил я буду чувствовать, у кого стоит учиться, а у кого не стоит. Кого стоит обучать, а у кого не стоит. Кого консультировать, а кому лучше отказать, даже если человек очень плохо и очень просит. Кроме того, я буду видеть последствия того, к чему проведет консультация и консультирование. И самое ценное от джотиша, что получив этот опыт грах, то есть почувствовал реально джотиш как влияние грах, как влияние Отца Небесного и его помощников, я фактически получаю некоторый опыт высших сущностей. Это есть опыт Бога. То есть почувствовав сурью, я знаю, какой Бог в моей религии или конфессии, или в той вере, которой я занимаюсь. И конечно я понимаю, что там вайшнавы скажут, ну что вы, это же планеты, их называют даже каким-то оскорбительным словом, пол Боги или четверть Боги, как они могут сравниться с какой-то греховной личностью Господа. Да, есть такая концепция. Но она следует из такого же неправильного понимания джотиша, что это планеты, это какие-то вторичные вещи, а на все влияет какой-то высший Бог, и нужно что-то делать, чтобы его почувствовать. Например, повторять какие-то слова, мантры или молитвы. Но сам джотиш был для того и предназначен, чтобы человеку почувствовать высшие сущности, то есть небесные сущности, божественные сущности. Если человек это почувствовал, он никогда этот опыт не может уже забыть. Если он ему нужен, он к нему возвращается. Таким образом, человек, который обучился джотишу по-настоящему, он получил опыт грах, он получил опыт девот, то есть божеств высших сил. И это меняет его жизнь очень сильно. Это, вот сказать, что на все воля Бога. Это просто пустые слова. А где доказательства на все воля Бога? Вот я шел, споткнулся и упал. Это точно воля Бога? Может быть, он просто отвернулся, не заметил, а я упал сам по себе? Или кто на меня плохой смотрел, сделал мне какой-то сглаз или порчу? Я иногда сомневаюсь в воле Бога. Потому что у меня есть была интеллектуальная концепция, что все управляют Бог. Это просто концепция, это логическая схема. А когда я чувствую, как он управляет с помощью Сурьи и остальных его помощников, это уже реальный опыт. И там нет сомнений для интеллекта, для логики. Он этим тоже управляет? Или может быть какая-то вещь помимо его воли происходит? Поэтому реальный опыт джотиша в играх сильно меняет жизнь человека. И фактически этот человек становится инициированным. То есть в какой-то мере, после обучения Дхьяна или трансферной медитации, человек уже другой. Он инициирован в опыт высших сущностей. Если он нужен, он к этому возвращается. Если он не нужен, он может больше не практиковать джотиш или медитацию. Но у него был опыт, он знает хоть как-то, какой Бог и как к нему подойти. Ну и что еще более ценное. Этот опыт можно через себя распространять дальше. То есть можно инициировать других людей. То есть если я с кем-то знаком, я могу его знания передавать дальше. И быть его проводником, последователем, распространителем. Если у меня есть опыт грах, я могу даже не говоря никаких слов, не говоря, что я сейчас буду инициировать грахи, обучать джотишу. Я могу эту силу передавать дальше. Я набираю силы сверху, у высших сущностей, у грах, у деват, у божеств, у Бога. И могу ее отдавать вниз, кому она нужна. В той мере, которую я считаю закономерной и правильной. И поэтому человек не только меняет свою жизнь и может принимать правильные решения, более эволюционные, но он может эту силу грах давать другим людям, которые еще сами этого опыта не имеют. Таким образом становится проводником высших сил. И это может быть самое ценное, как последствия или плоды джотиш. Если вопросов в комментариях нет, то можно идти дальше. Да, мы сегодня успеем сделать медитацию в гуру. Да, я думаю, через 10-15 минут мы ее попробуем сделать. Сколько у нас осталось времени? Где-то половина? Сейчас прошел, сейчас остался? Да. Это так. Даже меньшая часть осталась. Хорошо. Ну, тогда я бы мог долго рассказывать, как сейчас обучают в ведической астфологии под видом джотиша. Но, в принципе, вы сами это знаете. Я бы мог долго рассказывать, как правильно обучать джотишу. Но, в принципе, вы поняли. Самое основное – это найти учителя, который сам чувствует грахи с помощью своего учителя. Он был в это знание инициирован. Он получил его от представителя знания. И все остальное становится вторичным. То есть, вы теперь видите разницу между тем, как оно есть на самом деле и как оно должно быть. А какие вы из этого сделаете выводы, уже смотрите сами. Самым простым и при этом наиболее эффективным способом проверить, знаю ли я грахи. Вот я уже занимаюсь консультированием, например, я женщина. Консультирую уже 20 лет и говорю, что я знаю ведическую астрологию, я знаю грахи, я столько книг об этом прочитала. То есть, можно задать себе какие-то вопросы про грахи и тут же понять, я реально знаю или просто я вспоминаю какие-то фрагменты лекции или отрывки из конспектов. Вот, например, случай из моей практики. Я проводил консультацию, а после этого был семинар. И я говорю, вам как подробно рассказывать с самого начала, что такое грахи или переходить уже к предсказанию на год с помощью знания грахи. И там сказали, да мы все астрологи, мы знаем грахи. Я говорю, да. Я говорю, давайте проверим, я вам задам какой-то один простой вопрос и мы посмотрим. Я у них спрашиваю, какой грахи соответствует ум? Все говорят, ну конечно же чандра. А какой ум имеется в виду? Вот человек умный, это значит, что он мудрый? Это точно чандра. И человек умный, который очень логический, эрудированный, это точно чандра. А может быть умный, как чувствительный, у которого сильный восприимчивый ум. И у них не было никакого желания уточнить, какой из умов я имею в виду. Был сразу готовый ответ. Ум это чандра. Почему? Потому что есть логическая схема. Чандра ум, ум чандра. А откуда она взялась? Ну просто человек это заучил. И в конце я потом могу всем желающим заслать список вопросов, если вы о них легко отвечаете за что такое грахи. И не на основании вспомнили какой-то информации, а на основании своего опыта, тогда вы их знаете. А если вы пытаетесь вспомнить фразу, тогда это значит, что у вас интеллектуальное знание грах и опыта скорее всего нет. И еще два упоминания о грахах. Почти везде написано, что эго это сурья. Или сурья является каракой эго. Откуда это взялось? Разберитесь. Если вы считаете, что сурья и эго это представители, то поисследуйте этот вопрос. Это глубокое заблуждение. И еще почти везде написано, что сурья это душа всего. Человек, который чувствовал сурью, у нее язык не придется сказать, что сурья это душа. Душа, она переменчивая, текучая, впитывающая, чувствительная, страдающая. И тут сурья. Как это может быть написано? Я-то знаю, как это получилось. Это неправильный перевод слова атма. И он пошел сначала, неправильно был переведен на английский, а потом был неправильно переведен на русский, украинский и остальные языки. Но не повторяйте неправильные переводы. Почувствуйте сурью, чтобы знать, какой он по качествам, по эпитетам, по характеристикам. И тогда вы поймете, что он точно не душа. И века к нему тоже никак не подходит. А ум занимается только эмоциями? О мышлении? О восприятии? О впечатлениями? О настроением? Кто занимается? Это стандартный шаблон. Луна эмоции, сурья эго, Марс энергия. Ну, вы знаете эти шаблоны. Это большие ошибки. Пожалуйста, разберитесь, следуйте. И если вы увидите, как это получилось так, постарайтесь избавляться от этих вредных привычек. Теперь по поводу приоритетов. Это я спрашивал в начале. Если мы понимаем, что в любой науке должны быть приоритеты. То есть иерархия. Есть главные фундаментальные постулаты. Из них идут какие-то самые первичные, самые важные принципы или аксиомы. А из них уже строится другая, уже там вытекающая принципы, закономерности, правила и все остальное. А грахи? Они все важны? Ну, например, вы скажете, сурья самый главный, потому что об этом написано брехат Парашара Хорошастри. А кто следующий после сурьи? А третий? А четвертый? Вот какая граха по важности четвертая после сурьи? Или это не имеет значения? Можно начинать изучение граха с любой. Например, давайте с будхи начнем. Он же самый интеллектуальный. Давайте изучать джотиш с будхи. Это можно делать или нет? Если мы не ученые люди, блин, что, ну какая разница? Вот цвета радуги же все равнозначные. Давайте сначала разберемся там с зеленым цветом, а потом будем изучать остальные. Но это же не цвета радуги, это высшие силы. И если мы понимаем, что в любой науке, в любой системе знаний должны быть приоритеты, то есть иерархия, то нам нужно знать точную иерархию грах. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая. Ну и две темные. И если мы эту иерархию грах не знаем и читаем просто, ну как мы растаем грахи, а давайте в порядке дней недели. Мы же порядок дней недели знаем с детства. Может быть он показывает правильный порядок грах. Ну тогда третьей грахой будет мангала, потому что это третий день недели. Неделя начинается с воскресенья, это первый день. Потом второй понедельник, я не против. Но идет третий день недели, это вторник. И что, мангала это третья сила? В большинстве книг они идут в такой последовательности. Но это правильная последовательность или нет? Может быть любая последовательность, чтобы изучать грахи. Поэтому если мы занимаемся астрологией и считаем, что у нас влияют планеты, в принципе надо начинать с Луны. Она же ближе всех, наверное. Но если мы знаем настоящий Джотиш, как опыт высших сущностей, мы знаем их приоритеты. Есть главный Бог, есть его помощник главный, есть его представитель, есть его кто-то еще. И все они имеют какую-то иерархию, как вот в иерархичной структуре. И если между ними есть иерархия, то нам нужно и изучать грахи в такой же последовательности. Нам нужно начинать с самой главной грахи, с самой фундаментальной, с правителя всех грах. Грах апати. И поэтому это даст хотя бы какую-то систему иерархии, какую-то последовательность первичную. И покажет необходимость приоритетов и в обучении Джотишу, и в применении. И если мы говорим сейчас именно презентация разницы Джотиша и Тантра Джотиша от привычного понимания ведической астрологии, то одно из важных отличий или особенностей, то что в Джотише, а в Тантра Джотише это обязательно проверяется через собственный опыт, всегда есть приоритеты, всегда есть что-то важное, всегда есть что-то главное, там есть иерархия. Иерархия раши, иерархия грах, иерархия бхавах, иерархия в соответствии, что раши возникли из грах, а не наоборот. Что бхавы проявились из раши, и это описывается как принцип, это можно прочувствовать, и никогда это не забудешь. То есть там все систематично, закономерно и иерархично. И кажется, зачем, зачем такие сложности, давайте в любом порядке. Надо же, чтобы жизнь была спонтанной. Вот эта спонтанность придет потом к тому, что я смотрю в карту рождения, и там все важно сразу. Там все приоритетно, все имеет значение. И дришти, то есть аспекты, и аргалы, то есть взаимные влияния, и положение грах в пхавах имеют значение. Как же у меня во всем этом винегрете разобраться? Если нет приоритетов, никак. И из-за этого очень большая сложность в ведической астрологии в типичной, что нет приоритетов, все важно. И как это в равной степени все сочетать? Чаще всего непонятное пройдет к либо неточным интерпретациям и ощущениям, либо к ошибкам. Но если я с самого начала понял, что есть иерархия сил, иерархия грах или девот, есть же иерархия в их обучении, в получении их опыта и в применении, тогда это потом сделает мое обучение систематичным, иерархичным, закономерным. И применение тоже этой науки сделает упорядоченным. Я буду знать приоритеты. И многие психологи дают лишь один совет. Расставьте в своей жизни приоритеты, и станет все хорошо. Но это не должно ограничиваться какой-то отдельной сферой жизни. Когда я чувствую проблему, нужно отдельные приоритеты расставить. Вся жизнь должна быть иерархичной. И принцип иерархии или принцип единоначалия – это самый главный принцип жизни. Это и есть принцип сурьи, потому что сурья один, бог один, центр один, суть одна. Это принцип единоначалия. Если это самый главный принцип, а джотиш показывает эти все фундаментальные принципы, то обязательно нужно его применять в джотише, и тем более в тандра джотише, как к особому подходу. То есть, если у меня обучение не систематичное, я не знаю самых фундаментальных иерархий, я говорю, что, ну, в принципе, можно и без единоначалия обойти, давайте будем как-то терпимые, помягче, то это значит, что такие же будут результаты и обучения, и применения этой великой науки. Я думаю, можно попробовать на практике то, что я рассказывал. Тогда давайте узнаем Граху Гуру. Не получим о ней информацию, а именно познакомимся с ней, то есть ее почувствуем на собственном опыте. Есть очень много способов, чтобы это сделать, и тантра джотиш особенно богат разными способами почувствовать, призвать, соприкоснуться с Грахами, пробудить их. Попробуем самый простой из тех, которые я знаю, и наиболее подходящий для общей аудитории. Не эзотерический, а как бы открытый. Я закрою глаза и буду кое-что говорить. И те ощущения, которые будут возникать и у меня, и у вас, и у всех, они будут связаны с Грахой Гуру. Если вы закроете глаза, вам тоже будет чуть лучше почувствовать. Закрывая глаза, я замечаю свои ощущения. И в целом свои ощущения, как возможность воспринимать и чувствовать. И какие-то отдельные ощущения. Большинство моих ощущений это будут мысли, и они явно у меня в голове. Некоторые из моих ощущений будут у меня в тазу. Может какие-то потребности физиологические, а может какие-то желания. Какие-то ощущения будут у меня в груди. Настроение. Какое-то чувство. Это ощущение в груди. И если, не открывая глаза, я обращу свое внимание во вне, вокруг себя, то я точно почувствую, что я нахожусь в пространстве. Глаза закрыты, и я не вижу пространства. Но я точно знаю, что оно есть. А откуда я знаю, что есть пространство? Я его чувствую. Я ощущаю пространство. Вокруг меня пространство. Я воспринимаю пространство вокруг себя. И вот это вот ощущение мне достаточно, чтобы точно знать, что пространство есть. У меня нет никакой интеллектуальной концепции пространства. Но я точно знаю, что я в пространстве. А пространство вокруг меня. У меня нет никакого логического подтверждения, что пространство есть. Я просто его чувствую. И вот это ощущение мне достаточно, чтобы знать, что пространство есть. И оно вокруг меня. Я чувствую пространство. Есть ближайшее пространство. Пространство моей комнаты или моего дома. Есть более далекие пространства. Пространство моего района, города, региона. Я тоже могу их воспринимать. Из них меньше наносится звуков. Я не так явно чувствую далекие пространства. Но я точно ощущаю, что там тоже есть пространство. Я знаю, что оно там есть, потому что просто его чувствую. Есть еще более далекое пространство. Пространство страны, континента, планеты Земля. Есть еще более далекое пространство. Пространство Солнечной системы. Пространство Галактики. Да, это самое далекое пространство. От него приходят еще меньшее ощущение. Но тем не менее, мне их достаточно, чтобы знать, что оно есть. Я его не вижу. У меня нет логических подтверждений. Но я чувствую, что есть далекое пространство. Пространство Солнечной системы. Галактики. Пространство Вселенной. Космическое пространство. Бесконечное космическое пространство. И если меня не отвлекают никакие мысли и ощущения, то мое внимание там, в далеких пространствах. Я чувствую пространство. Я чувствую пространство. Это сила пространства. Третья граха, третья сила. Гуру Брехаспатилы. Или сила Ирора. Сила Эфира. И если я чувствую пространство, то я могу описать свои ощущения от него. Какое пространство? Как я чувствую пространство? Какие у меня ощущения от пространства? Какой у меня опыт пространства? Да, мы все разные люди, с разным возрастом, религией, национальностью, верой, телом. Но мы все одинаково чувствуем пространство. Потому что это высшая сила, это граха. Все мы одинаково воспринимаем его. У нас у всех одинаковое ощущение от пространства. Не от объектов, в которых пространство. Не от того, чем оно напитано может быть. А от самого пространства. Близкие пространства. Пространство вокруг меня. Дальние пространства. И самое далекое пространство. Космическое пространство. То, что я чувствую, обращая свое внимание на пространство. Это есть его качество. То есть я на своем опыте могу почувствовать граху-буру. Силу эфира. И почувствовать его качество. Это мой опыт. Мои ощущения. Это то, что я воспринимаю. Так я познаю граху-гуру. Так я знакомлюсь с третьей силой. Силой пространства. Знаю ее. Ощущая ее. Я могу сказать. Да, я знаю гуру. Я его чувствовал. Я ощущал его влияние. Я его воспринимал. Я знаю, как он по качеству. Давайте запомним опыт. Эти ощущения. И мы можем всегда к ним вернуться. Когда это будет нужно. Например, чтобы вспомнить, кто такой гуру и какой он. Гуру как граха. Или чтобы успокоиться. Или чтобы решить проблему. Или найти ответ на какой-то вопрос. Давайте запомним это ощущение. И плавно вернемся в обычную реальность. В привычные свои ощущения. И так же плавно и медленно откроем глаза. Два комментария. Если у вас были какие-то неприятные последствия, например, у кого-то болела голова, это значит, что вы думали о пространстве, а не чувствовали его. То есть нужно, как говорят, отключить голову, но в хорошем смысле этого слова, то есть отключить логику и включить восприятие. Надо чувствовать пространство. Тогда это делается не головой, а другими нашими инструментами. Голова не болит и вообще как будто ее нет. Я просто чувствую пространство. Если вместо того, чтобы чувствовать, я думал о нем, тогда может болеть голова или какие-то другие неприятные ощущения. А второй более важный комментарий. Если вы почувствовали, кто такой гуру, теперь, когда вы читаете какой-то книге по астрологии, а даже по джотишу, там будет написано какое-то качество, значение, каракатва, проявление, указание гуру. И оно будет противоречить вашему опыту, этой грахи, этой силы, этой божественной сущности. То пересмотрите, может быть это неправильный перевод или книга недостаточно авторитетная. Как-то могло это знание исказиться. Парашир давал свое знание Брамину Майтрее где-то 5000 лет тому назад, ну может быть 3000 лет тому назад. И он давал его устно. Кто потом и что записал, мы не знаем. Как оно потом сохранилось, тоже неизвестно. Возможно, есть какие-то ошибки, но невозможно, они точно есть и будь то с ними осторожными. И доверяйте опыту, ощущениям, своему знанию в играх, а информацию в книгах всегда перепроверяйте. Какие-то есть вопросы по получению опыта грахи или в целом по тому, что мы уже исследовали? Нет никаких вопросов, не поступало пока. Возможно, стоит поделиться теми ощущениями, которые я получил во время амбнитации. Или труднуждения такого. По качествам гугл очень такой легкий. Это одно из таких его заметно на качеств. И какой-то всеобъемлющий такой, все проникающий, везде присутствующий. И поэтому есть ощущение выхода, то есть, что из любой проблем есть какое-то решение. То есть, ощущение легкости, в общем смысле, этого слова. И, наверное, поэтому это является причиной, почему его называют учительом. То есть, учитель даст рекомендации или даст какой-то совет. Он знает как. Он, получается, все вмещается со себя. Вот это все такое. Да. Как я себя чувствую легко, спокойно, одновременно пробужденно, во время опыта пространства или силы, гуру, грахи, эфира. Точно так же я должен себя чувствовать возле своего учителя. И если у меня есть учитель, и от него нет такого ощущения, которое мы сейчас испытывали, то это, скорее всего, не учитель. Это может быть источник информации или какой-то там ментор, коуч, тот, кто накачивает мою личность, тот, кто мне дает волшебный пинок или что-то еще делает со мной. Но если нет такого ощущения, что мне спокойно, легко, я просто подхожу к нему, не успеваю задать вопрос, а уже приходит ответ. Если у меня есть какая-то проблема, и я просто попросился встретиться с учителем, и начинаю рассказывать о проблеме, и она уже решается, устраняется, тогда это граха, гуру, тогда это настоящий учитель. И так описывают все люди опыт от реального, настоящего гуру. Тут добавили еще важное качество, как расширение. Еще не расширение. Да, все правильно, это закономерный опыт. Все, кто чувствует гуру, это описывают. А если кто-то что-то описывает другое, то, скорее всего, это информация, он может вспоминать какие-то фрагменты о гуру, какую-то тексты, информацию, и пытаться через интеллект, через логику почувствовать. Но это не работает. И только начинает болеть голова. Переходим даже дальше. Да, осталось, если все это мы прочувствовали, осознали, поняли суть, тогда фактически остались такие уже, как бы, больше технические аспекты, именно в контексте различия того, что считают ведической астрологией, и того, чем есть Джодиш на самом деле. Вот, например, вот это понятие «знаю», оно очень многомерное, неоднозначное и часто запутывающее. Вот я говорю, я знаю какого-то человека, но я просто знаю, что он есть, знаю эту комбинацию имени и фамилии. Потом я могу сказать, что я знаю какого-то человека, но я просто прочитал его биографию. Или вот я работаю на работе, у нас есть какой-то там работник, уборщица, или вахтерша, или бухгалтерша. Я прочитал ее личное дело и думаю, что я ее знаю. Я знаю ее возраст, там, ну, все, что можно там про нее знать. Но на самом деле, действительно я ее знаю или нет? Следующий как бы этап. Я встречался с этим человеком, но действительно я при этом его знаю. Я могу видеться с ним каждый день, утром здороваться, вечером прощаться, встречаться там в столовой, в туалете или в коридоре, и мне кажется, что я его знаю. Да, я это больше знаю, потому что я хотя бы видел. Но потом может быть такая ситуация, что я с ним поехал в отпуск вместе с этим человеком, или я поехал с ним в командировку, или я пошел с ним вместе в разведку, или каким-то образом оказались там в одном пространстве и попробовали пообщаться очень плотно. И вы знаете из собственного опыта, что это оказывается совсем другой человек. То есть я вижу в нем потом другую суть, которая была не видна за его внешностью, за его какими-то объективными внешними качествами. То есть в личном деле может быть написано, что у него два высших образования, а человек ничего не знает, и вообще нет никакой мудрости, и нет знаний, есть только дипломы. И наоборот, может быть написано, что без образования, а вы видите какую-то глубокую мудрость, понимание принципов жизни, и он знает, как жить. Это может казаться чего угодно. Чему это все рассказываю? То же самое с грахами. То есть, чтобы сказать, что да, я знаю джотиш, да, я знаю грахи, для этого нужен реальный опыт. Я должен с ними вместе проживать свою жизнь. Я должен чувствовать грахи во всем, что происходит. Я должен их проживать постоянно. И это кажется, что от этого же будет болеть голова, это так сложно. Наоборот, жизнь становится очень закономерной, понятной, очевидной, осознанной, приятной, и даже легкой. То есть, я там прикоснулся к женщине, и я чувствую, что это не совсем женщина, я чувствую в ней шукру. И даже не хочется руку отрывать, потому что очень приятно. И я вижу грахи за любыми явлениями. Вижу какой-то наоборот, какой-то огонь, агрессию, что-то другое. Я понимаю, что это не люди все это делают. Это так решил себя проявить мангала. И иметь на это некоторые полномочия или даже право. И за любым явлением я начинаю видеть грахи, и это не какая-то там паранойя или шизофрения или какие-то другие психические болезни. Я просто реально замечаю, как это все происходит, а другие этого не замечают, и поэтому может казаться, что я ненормальный. Но на самом деле это очень ценный опыт. Это как вот близко к тому, что люди хотят постоянно ощущать какую-то высшую силу, а еще лучше Бога. Это постоянный опыт высшей силы, что все, что происходит, является проявлением божественных сущностей, а не какими-то случайными событиями или какими-то объективными причинами. Потому что жизнь, она не объективна. Может быть, многие считают, что жизнь объективна. это важный вопрос. То есть вы знаете, что такое жизнь? Какое бы вы дали определение жизни? Жизнь это что? Это окружение, в котором я живу, и объекты, с которыми я сталкиваюсь? Или это то, что я чувствую? Многие скажут, жизнь объективна. То есть это какие-то цели, достижения, действия, это жизнь. Но это легко проверяется. Если вроде бы у меня есть все достижения, цели, проявленные внешне, материально-финансовый успех, и я чувствую себя плохо, то я явно скажу, что у меня плохая жизнь. И никакие объективные факторы, причины этого опыта не изменят. Мне плохо, если я себя плохо чувствую. Если у меня плохие ощущения, я точно знаю, у меня жизнь плохая. Как бы мне не расписывали психологи или какие-то коучи, что у меня все хорошо. И наоборот, вроде с точки зрения окружения, большинства людей, общественного мнения, у меня ничего нет, у меня нет социальных достижений, статуса, нет машины, квартиры, знаменитости, но я чувствую себя прекрасно. И реально мы понимаем, что это хорошая жизнь. Как бы это внешнее окружение ни пыталось не дать свою объективную, внешнюю и никому не нужную оценку. Поэтому жизнь – это ощущение, это поток ощущений. Постоянно изменяющийся, но поток ощущений. А моя жизнь – это мои ощущения. И это очень важно. И занимаясь астрологией и даже ведической астрологией, мы будем говорить, что вот у человека есть какие-то события в жизни, они объективно видны по карте рождения, это есть его жизнь. Это все не так. Астрология не работает. И нет никакого влияния планет на нашу жизнь. А влияют на нас силы, грахи, высшие сущности, высшие духи, божественные духи. И откуда я знаю, что на меня влияют? Я это чувствую. Они дают мне какие-то ощущения, какой-то опыт. И поэтому моя жизнь – это ощущение под влиянием воздействия грах на меня. И именно это подразумевалось в книге Брихат Парашара Хуаршастра, когда к нам было написано, что жизнь всего и мироздание людей находится под влиянием грах. Потому что жизнь – это опыт, а они дают опыт. Жизнь – это ощущения, именно они дают ощущения. И если я это чувствую, если я это сознаю и знаю, тогда мне будет понятно, что Тантра Джодиш не должен давать описание реальных событий, каких-то конкретных действий, каких-то конкретных проявлений, ситуации. Он описывает опыт. И он этого не должен делать и не может. Потому что грахи дают не события, они дают опыт. А под этот опыт какое-то событие подстраивается. если нужно какой-то опыт, они дадут. А через какое событие – это уже дело второстепенное. Через какое будет удобно, через такое дадут. И поэтому, когда вы занимаетесь Джодишем и вас спрашивают, какие меня события ждут, что произойдет, какие будут там действия или ситуации, то с точки зрения Джодиша это не нужно делать, да и вообще невозможно. А те люди, которые это делают очень успешно, там есть много тонкостей. То есть, в принципе, да, можно с помощью гадания предугадывать события и при этом полагаться даже на какую-то как бы закономерную систему знаний, на астрологию. Но это вопрос больше предугадывания и предсказывания. И это находится за рамками Джодиша. Потому что на самом деле Джодиш должен знать дать человеку самые главные законы жизни, то есть фундаментальные принципы и дать их эти принципы почувствовать. Потому что эти принципы являются проявлением вот этих высших божественных сущностей, грах или сил, которые почему-то звают планетой. И потом, когда эти законы знаю, я уже знаю, как себя вести, какие решения принимать, что мне делать, какую цель жизни главную поставить, как мне идти. И когда что-то происходит, я понимаю под лением каких грах это происходит, почему, что было в прошлом с предпосылкой или причиной, и к чему это приведет. И опять же ситуация ясна и понятно, что мне делать. И почти все это субъективно. Потому что жизнь субъективна. Мой опыт субъективен. Мои ощущения субъективны. Поэтому жизнь субъективна. И если я хочу делать что-то полезное для жизни, то наука, которая должна помогать жизни, должна быть субъективной. И поэтому подходит какая-то правильная психология, которая рассказывает о принципах взаимоотношений. Не о советах, там, заведите собаку, купите торт, там, поедьте в отпуск. А о принципах взаимоотношений. И это должна быть субъективная наука. Эти принципы должны быть уметь почувствовать на собственном опыте. То есть принцип иерархии можно почувствовать на собственном опыте. Или принципы в начале. И все остальные принципы, то есть графи, принцип восприятия, принцип знания, принцип внимания, это все можно почувствовать в собственном опыте. И это есть графи. И времени осталось мало. Что такое Раш и Бхава я рассказал. По сути, Раша это проявление грах в теле, и у человека есть 12 основных мест тела с подобными типами ощущений. И таким образом 12 раши можно найти в своем теле, почувствовать какой опыт в этих частях тела, какие там качества. И вот эта совокупность качеств в моем теле является совокупностью раши. И как грах я могу найти в своем опыте, в своем сознании, то есть в восприятии этих высших сущностей. Точно так же я могу идти раши в себе. И таким образом я знаю, какие они по сути и по проявлениям. И тогда, когда я читаю книгу о раши, я понимаю, это соответствует моему опыту в этой части тела или нет. Если соответствует, значит, скорее всего, книга правильная, удалось избежать неправильных переводов или опечаток. А если мой опыт частей тела не соответствует, потому что написано в книгах о раши, то надо пересмотреть. Скорее всего, кто-то неправильно переписал, перевел, или каким-то образом еще это исказилось. То же самое у моих 12 частей тела есть 12 функций. Мы это подробно разбирали и на занятиях, вебинарах по технологии LifeDevice. Но, в принципе, мы это делаем при изучении ПХАВ, то есть так называемых астрологических домов, которые на самом деле являются сферами жизни. Потому что в этих домах может никто не жить. Это такой условный дом, но это сфера жизни человека. И эти сферы жизни соответствуют 12 целям тела человека, или 12 функциям тела человека. И, понимая суть этих функций, я понимаю суть ПХАВ. То есть, так же я знаю, какое качество ПХАВы подходит, какое уровню, какое не подходит. Если меня спрашивают о чем-то, что я не знал по описанию ПХАВ, например, дизайн, какая это ПХАВа. Я вспоминаю Парашара же, когда писал свою книгу. Тогда же не было дизайна. Тогда какой мне ПХАВе отнести дизайн? Мне непонятно. И мне нужно искать какие-то современные книги. Может быть, какой-то из современных астрологов что-то уже придумал. Но если у меня есть специальный инструмент понимать функции частей тела, я буду понимать, функция дизайна, это какой тип функции одной из 12. И понятно, какой ПХАВе отнести. И, возможно, дизайн будет разный. Дизайн, допустим, приятный, или как творчество, или что-то другое. И тогда это будут даже разные ПХАВы. Поэтому, как бы, с одной стороны, если мы понимаем джотиш, все становится не таким однозначным. Потому что раньше было как? Запомни. Мама это Чандра, а Чандра это мама. Запомнил все? Я думаю, что я знаю и Чандру, и маму. Потом я думаю, ну, Чандра должна быть спокойная, чувствующая, воспринимающая, текучая. И потом встречаю каких-то матерей в своей жизни. А они совсем не такие. И я думаю, ну, что-то не так. То есть, у меня есть опыт мамы, и слово «мама» мне дает какие-то определенные ощущения. Я чувствовал свою маму, видел маму в окружении. Потом мне как-то описывают о качествах Чандры, и я не вижу в этих женщинах Чандру. Тогда, может быть, есть какая-то ошибка. Может быть, Чандра это не мама, а что-то другое. Поэтому, если я раньше просто игнорил, то, что, ну, я же не могу не доверять шастрам. Это же великие писания. Это же написали Риши. Тогда я, скорее всего, не был ученым в астрологии. Я просто в нее верил. Я верил, что Сурья это эго. Я верил, что Чандра это мама. Я верил, что гуру это деньги. Я просто в это верил. Но я не мог это проверить, почувствовать. Точно так же можно верить в Бога и не знать, он есть или нет. Но верить в него будет легче. А он точно есть. Не важно. Ты просто верь, и будет легче. Так, может быть, стоит почувствовать Бога, чтобы не верить в него, а реально знать, что он есть. То же самое, что касается Грах. В Грахе можно верить и в какие-то комбинации, каракатвы, значения, но можно их чувствовать. И тогда мне не нужно в них верить. Тогда я их знаю. И, может быть, самое важное, но не очень простое. И это не так легко рассказать в двух словах. Почему же некоторый подход к джотиши мы называем тантра-джотишем? Что же означает этот прилагательный или особый вид джотиша, который называется тантра? Тантру можно переводить разными смыслами. И мне нравятся два из многочисленных переводов слова тантра. Первый перевод, который мне нравится. Тантра это ткань, это узор, это то, что соткано из нитей. А эти нити, это девять нитей грах. То есть грахи дают девять нитей, из которых сотканы все ощущения. Все комбинации, вариации, переливы, окраски. То есть ткань ощущений. И тантра-джотиш, это джотиш, который показывает узор ощущений, узор сил, узор грах. Комбинацию опыта, рисунок этого опыта. И технология этого, знать на собственном опыте все фундаментальные понятия. Как минимум, грахи, раши, пхавы и накшат. Второй перевод слова тантра состоит из двух корней. Тан это как бы тану, то есть тело, а тра это инструмент. И с этой точки зрения тантра-джотиш это такой подход к джотишу, когда мы используем тело как инструмент. И многие скажут, ну что там можно найти? Ну какую-то там пропорцию, золотое сечение. А что же там еще есть в теле? На самом деле в теле есть ответы на все вопросы. Нужно просто знать ключи, технологии нахождения ответов через тело. И это не какие-то банальные, неработающие, даже вредные советы. Послушай свое тело и сделай, что твое тело тебе сказало. Это все то, что там послушай животное, кота, собаку или неосознанную какую-то сущность незрелую. И сделай то, что оно сказало. Потому что как бы оно спонтанно. Есть много разных таких заблуждений, что устами младенца глаголит истина. Это все не так. И тело является инструментом, чтобы чувствовать. А не инструментом для рациональности или разумности. И поэтому я могу почувствовать грахи с помощью чего? С помощью тела и свое восприятие. Таким образом с помощью тела и восприятия, которое опять же связано с телом. Я могу почувствовать все грахи. И найти грахи в своем теле. Из-за этого есть как бы знаменитая такая картинка, когда на голубом фоне человек стоит и в нем все планеты. Но в нем не планета, а именно силы. В моем теле есть все грахи. И зная как пробудить их в своем теле, я могу всегда их почувствовать. Поэтому тело это универсальный инструмент. Универсальное средство, чтобы что-то почувствовать. А поскольку джотиш полагается, главное как бы инструмент, главное понятие это грахи. Я могу грахи чувствовать своим телом. И они всегда там есть. Ничего не нужно с собой носить, кроме тела. И там есть опыт всех грахов. Там же есть у меня все 12 раши. И это не просто какое-то интеллектуальное и логическое соответствие. Ну, первый раши это лоб. Обращая внимание на лоб, я могу получить все описание раши. Меша, первого раши. И написать книгу о том, что такое раши-меша. Кроме того, я могу подставлять туда все грахи и сказать, что такая-то граха в первом раше дает такой-то опыт, результаты. Благодаря чему? Взять книгу, заучить? Нет. Я беру, помещаю граху в свой лоб и смотрю, как поменялись мои ощущения. Что я чувствую? Как влияет это место на эту силу? Это будет соединение комбинаций. Точно так же в теле я могу находить функциональные уровни. Руки, чтобы распространяться или что-то передавать. Стопы, чтобы перемещаться в пространстве. Колени, чтобы делать какую-то монотонную, но поднимающую мне вверх работу. И каждая часть тела, она имеет какую-то функцию. И какую-то объективную, медицинскую, проявленную, формальную. Какую-то глубокую. Это все можно почувствовать. И таким образом я могу найти в теле опыт пхав. То есть сфер жизни. Или каких-то областей деятельности. Благодаря этому я могу помещать грахи в эти пхавы. И знать, что же каждая граха дает какой-то пхаве. И опять же без книг, без ничего, внешне, каких-то источников информации, находить ответы на вопросы. Например, для чтения карты. Ну и много других решений можно найти. И, допустим, либо полагаясь на то, в какой части тела человек чувствует проблему. Где у него там что-то напряжено, сжато, ограничено. То есть просто когда человек говорит, что у меня в такой-то части тела есть ощущение от моей проблемы. Это уже большое указание, почему эта проблема есть. И что ему нужно делать, чтобы это устранить. И это и тандра джотиш, как применение тела для того, чтобы познавать мир, окружение, видеть в нем закономерности. И это еще технология Олега Бакачева, моего учителя, называется Life Device. То есть понимать, для чего человеку дано тело, какие в нем есть уровни и функции. И иногда достаточно пяти уровней, как пять Махапут. А иногда нужно посмотреть двенадцать уровней. Но это очень универсальный ключ для того, чтобы найти ответ на самые важные вопросы в своей жизни. Я согласен с учителем, что на все вопросы можно получить ответы с помощью правильного применения тела как ключа. Как инструмента для получения знаний. Поэтому тантра это очень эффективный подход, когда я не просто изучаю правильно джотиш тем, что он должен являться, по мнению древних мудрецов, древних риши или ачарий. Но при этом я еще... Тантра джотиш означает самый простой, эффективный способ познания этого джотиша как науки света, как науки бытия или высших сил, как науки о том, как Бог сотворил мироздание и все формы, которые существуют на раздании. И, конечно, чтение карты рождения становится вообще очень простой техникой применения этого знания. Не требует ни заучивания чего-то, ни наличия там книг, конспектов. И человек может, практикуя один, два, три месяца эту технологию, уже читать карту рождения, давать консультации и быть уверенным в том, что он говорит, и нести ответственность за последствия своего консультирования. Хорошо, я так понимаю, это достаточно для описания. Мы, наверное, перейдем к ответам на те вопросы, которые задавали при регистрации. Сейчас я их открою. Тут большинство ответов отвечено, но я зачитаю по порядку. Всем ли нужно изучать тантра джотиш? Нужно обладать предрасположенностью или чем-то еще для обучения? Но это зависит от цели обучения. Если человек мне скажет, с какой целью он хочет обучиться, я скажу, это стоит, не стоит, нужно, не нужно. Пока неизвестна цель обучения, очень сложно сказать, стоит или не стоит. Поэтому для того, чтобы получить опыт грах, для этого стоит всем. Для того, чтобы давать консультации, это не такой простой вопрос, тогда не всем. Тогда я человеку объясняю, что происходит при консультации, кто отвечает за то, что говорится во время консультации, каким последствиям он может привести, и где взять силу, где взять даже не уверенность, а право, чтобы менять жизнь людей. Поэтому в контексте применения как консультирования, может быть, не всем это стоит делать, ну, даже не всем. И некоторые вещи могут быть нарушены. Допустим, вот если вы женщина и консультируете мужчин, ну, допустим, вы понимаете, что такое сурья и чандра, получается, что чандра консультирует сурью. И попробуйте прочувствовать, каким последствиям это приведет. Ну, и в других аспектах, всем ли это нужно. Если есть учитель, я чувствую, что он настоящий учитель, и я этим знанием, желанием горю, тогда да, скорее всего, нужно, и плохого никакого применения у этого не будет. Если это какое-то интеллектуальное решение, ну, вот я уже изучил нумерологию, психологию, хромантию, надо еще изучить и тантра-джотиш, как бы в копилочку бросить, иметь еще один диплом, еще одно высшее образование. Тогда, скорее всего, это не то ощущение, с которым нужно это изучать. Вторая часть вопроса, а все ли могут это делать? Ну, как бы по большому счету, смотря в суть человека, каждый человек должен уметь чувствовать. А это главный критерий, главное условие, чтобы изучать тантра-джотиш. Ну, и, в принципе, джотиши это тоже нужно. Нужно же чувствовать грахи, нужно получать их опыт. Но если человек отвык получать ощущения, то ему будет трудно. То есть он будет говорить, что я не знаю, как почувствовать, ой, у меня болит голова, я забыла, что нужно не думать. И будут некоторые сложности. Поэтому, если вы готовы начать чувствовать и видите ценность этого, тогда да, стоит. Если вы хотите все-таки интеллектуальной информации, которую можно легко запомнить и потом применять, ничего не чувствуя, тогда не стоит. Я думаю, достаточно на этот вопрос. Хорошо. Следующий, о джотиши и его применении в жизни. То есть для чего годится джотиш, как наука, тантра-джотиш? Наверное, я вот понимаю, вне контекста астрологического. Ну, джотиш никакого отношения к астрологии не имеет. Это фундаментальные принципы жизни или главные законы жизни. То есть как вознилось мироздание, откуда появился человек, как появилась проявленная материя из неправильного сознания. Это, в том числе, философская основа бытия, жизни. Кроме того, у всех есть отношения. А тантра-джотиш и джотиш дают принципы отношений. Я знаю, по каким принципам проявляются взаимоотношения. Любые. Человек-бог, человек-собака, брат-сестра, родители-дети, муж-жена. То есть я знаю принципы взаимоотношений. Это уже устранило бы проблемы большинства людей, у которых подавляющее большинство проблемы в отношениях. Ну и цель жизни, многие не знают, ради чего они живут. Джотиш помогает найти ключи для этого ответа. То есть разобраться с тем, ради чего я живу. Иногда называется очень так красиво, высоко, предназначение дхарма. Или просто найти ту силу, за которой я иду. Если я живу, не едя за какой-то силой, тогда я не чувствую полноты, я не чувствую вообще смысла жить. У меня жизнь становится очень такой скудной, жалкой, неприятной, раздражающей, тяжелой, сложной. Потому что никакая сила мне не дает, не напитывает меня, не вдохновляет. Я не знаю, зачем я иду. А это главное понимание, даже если мы говорим о каком-то предназначении дхармы, нужно понимать, для чего я что-то делаю. Вот утром встал и поехал на работу. Почему? И может быть нужно было какое-то другое место поехать. И тогда я точно знаю, что меня делают в целом по жизни глобально, может быть на всю жизнь, а может быть на ближайшие 10-15 лет. Я знаю, что мне сегодня сделать. Я просыпаюсь, я знаю, эти законы позволяют мне правильно понимать. Мне проснуться поработать или отдохнуть? Мне выпить чай или кофе? Мне поспать или что-то еще сделать? То есть фактически есть критерии для того, чтобы найти главное, не главное. Как говорят психологи, расставить приоритеты. Я знаю, что самое важное, это что-то связанное с уией. И все остальное, я могу все остальное, что не важно, расставить по приоритетам. То есть поесть будет там на седьмом уровне, а поучиться будет на третьем уровне. Жизнь будет уже систематичной. Получается это как четкая система для отменятия решений. Да, поэтому мой учитель Олег Бухачев часто говорит, что это системный анализ. Это умение понять принципы функционирования любой системы. Сам человек, семья человека, организация, государство и любую систему. Муравейник, стая птиц или косяк рыб. Принципы одни и те же в любой системе. А тантра-женщик дает понимание этих принципов. Да, я хотел бы это сейчас подумал. Есть такое уточнение, что можно попробовать. Эта наука даст возможность разобраться в себе. Очень часто бывает, что ты чувствуешь что-то и бывает на разных уровнях или смесь ощущений. А тантра-женщик дает возможность разобраться, что именно какая часть тебя, чего хочет. И на основании этого нужно принять какие-то решения. разобраться в себе не в этом банальной фразе, которой заполнен интернет. То есть познать себя. Разобраться в том, что во мне есть все грахи. Во мне есть там сознание, восприятие, все остальное. И все, что я чувствую, будет уже закономерным. То есть я буду понимать, почему я это хочу, а это не хочу. Почему мне это нравится, а это не нравится. Почему ко мне приходят такие мысли. Почему при каком-то действии, необходимости или событии я одновременно там и боюсь, и радуюсь. То есть я буду понимать этот спектр. Почему женщина одновременно и хочет в брак, и боится отношений. Как можно разобраться с этим многообразием ощущений. То есть, допустим, с одной стороны, я и хочу поехать в командировку или на эту работу, а с другой стороны не хочу. И кажется, что вот я вся такая противоречивая, вся такая, как это сказать, неожиданная, несуразная, непонятная. На самом деле, просто все эти ощущения, они размешаны. И я вижу их смесь и не могу понять, что они состоят из каких-то закономерных явлений. Допустим, душа хочет поехать, а тело не хочет. И разум хочет поехать, а интеллект отказывается. Или подобные есть вещи. Это может быть очень глубокая комбинация ощущений. И пока я не знаю, какие силы эти ощущения вызывают, мне кажется, что это такая, как бы непонятный винегрет. Я не могу понять, там что в этом винегрете. А так, я вижу все по отдельности и понимаю, в какой пропорции кто это все туда положил, к чему это приведет, и на основании какого критерия мне дать предпочтение какому ощущению. Все-таки поехать или не поехать. Все-таки выходить замуж или не выходить. И к чему это приведет. Хорошо. Достаточно для этого ответа. Следующий. Как приведет знание мастер и подходит ли в него программа работа с учениками для обучения? На примере того, как мы сегодня исследовали Граху Гуру, как мы пробуждали, как мы к ней обращались, ее призывали, мы говорили ее эпитеты или ее имена, мы ее пробуждали, она пробуждалась, приходила. Точно так же мы изучаем все понятия Джотиша. А Тандра Джотиш через свои ощущения, через опыт тела или в своем восприятии. Мастер говорит какие-то вещи, которые пробуждают опыт у ученика. Это называется, например, инициация или Дикша. Говоря какие-то слова, я пробуждаю знания в себе, в окружении и в тех, кто находится в этом окружении. То есть, словами мастер обучает. А слова являются сильными, связанными с силами, призывающими эти Грахи, сущности божественные. А вторая часть была какая? Подходит ли мне программа «Орхотус»? Ну, если вы меня сейчас слушали и у вас сейчас есть те ощущения, которые вам говорят, что вам это знание нужно, такое совокупное ощущение, очень субъективное, тогда вам это подходит. Если вы говорите, что мне это не нужно, пока рано, это слишком сложно, слишком просто, то есть, есть любое внутреннее ощущение субъективное, которое вас от него отталкивает, когда вам это не нужно. То есть, достаточно посмотреть, ну, лучше всего в идеале встретиться с человеком и поговорить с учителем. Тогда понятно, мне нужен он как учитель, его опыт, его знания или нет. Но у нас сейчас такое время, что сложно встретиться, и мы живем далеко, мы пользуемся технологиями, вот тогда можно просто пообщаться с ним через интернет и понять, мне нужно его знание, его подход, его принципы. Но, можно это еще упростить, это работает почти так же хорошо. Послушать какую-то длинную его лекцию, лучше один, два, три часа. И вот в конце этого долгого прослушивания лекции этого учителя будет такое ощущение, «да, это хорошо, мне это нужно, я хочу учиться», значит, вам это подходит. И этого субъективного ощущения вполне достаточно. А если такое внутреннее ощущение, что, ну, мне здесь что-то не нравится, есть какие-то недостатки, допустим, там, я вижу что-то, то, что меня отталкивает, а интеллектом я потом объясню, как угодно, тогда это вам не нужно. То есть, это субъективное ощущение является достаточным критерием, чтобы понять, нужно или не нужно. Отлично, да, вы знаете, что это субъективная наука и тоже уже сразу же пытается решать. И жизнь субъективное явление, да. Нужно не знать, что жизнь субъективна, поэтому, если мы хотим, а может быть, надо посмотреть, у меня сильный гуру и будха в карте, может быть, это является критерием? Нет, не это. Да, или посмотреть донестиимость с учителем тоже по карте, попросить кого-то посмотреть. Да, про совместимость есть отдельная тема, но нет на нее времени. И тут будет уместен вопрос такой, который я не успел зачитать вовремя. А не будет ли у всех разные ощущения при определении игра КАП? Ну, есть некоторые различия, потому что у людей есть разный опыт, разные, так называемые, прошлые явления, там, самскары, что-то накопилось. Есть некоторые различия, но, как говорится, гуру, это всегда гуру, бог, это всегда бог, 100 долларов, это всегда 100 долларов. То есть, есть вещи, которые все чувствуют в целом одинаково. И для кого-то будет гуру прежде всего спокойствие, для кого-то будет гуру прежде всего расширение, для кого-то будет гуру прежде всего легкость и свобода, а потом уже все остальное. Но это, скорее всего, не различия, а некоторые предпочтения. Я, прежде всего, чувствую в гуру вот это. А остальное, ну да, оно тоже есть, но я это замечаю позже. Поэтому, ну, наш же Бог создал всех по одному образу и подобию. Поэтому мы должны чувствовать глобальные божественные вещи одинаково. Вот, мы просто немного не понимаем, что мы говорим о субъективных вещах. Вот, смотрите, кто-то скажет, ну вот одному нравится маслина, а другому не нравится. А кто-то считает, что вот воровать достойно, а другой говорит, что нет, она не достойна. Для кого-то любовь это служение, а для другого там любовь это пользование. Но, это просто мы говорим об объективных причинах или внешних проявлениях какого-то единого глобального ощущения. Но, когда человеку приходит, например, любовь, он не сомневается, что это любовь, и не подходит к другому, и не спрашивает, а вот ты как любовь чувствуешь? Все любовь чувствуют одинаково. Все бытие чувствуют одинаково. Вот, если есть ощущение достойно, оно у всех одинаковое. Потому что нам Бог дал самые фундаментальные ощущения. Ощущение достоинства, это очень важное фундаментальное ощущение, на которое не только можно, а и нужно ориентироваться. А вот те объекты, которые это вызывают, они могут быть самые разные. Для кого-то достойно это ездить в джипе, а для другого достойно, например, пойти за каким-то достойным человеком. И все скажут, ну это же все разное. Тот зарабатывает достойные деньги, а этот достойно служит учителю. Нет, это разные действия, разные проявления, разные объекты. Но ощущение достоинства у всех одинаковое. У кого-то от денег, у кого-то от служения или помощи учителю. Чувствуют они одно и то же. Любовь все чувствуют одинаково. Просто один любит еду, а другой, например, Бога. То есть, это разные внешние действия, разные внешние объекты, а ощущение одинаковое. И в карте мы смотрим, я так понимаю, не внешние объекты, а именно. В том-то и дело, что мы в карте описываем опыт человека. И вы думаете, что вот, может быть, это Кузнецов так придумал? Возьмите нормальный перевод брехат парашра хурошастры, санскрита, лучше всего на английский язык. Там не написано, что когда у человека идет период правителя восьмой пхавы, у него там будут несчастные случаи, смерть или какие-то там трансформации, примеры проявления, связанные с трансформациями. Потому что действий, примеров может быть очень много, но человек будет чувствовать сейчас время трансформации. А что это вызвало? Там сломал ногу, потерял деньги или получил опыт просветления во время медитации? Непонятно. Но он чувствует трансформацию. Поэтому жизнь субъективна, карта рождения субъективна. То, что написано в карте рождения, оно тоже субъективно. Но что у меня сейчас идет период трансформации, это все чувствуют одинаково. Просто у одного это было связано с какими-то, допустим, там семейными отношениями, у другого там со здоровьем, у третьего еще чем-то. Это просто внешние как бы, ну даже не триггеры, а внешние объекты, которые подстраиваются под мой опыт. Они третичны. Прежде всего есть я познающий, то есть Риши, субъект. Потом есть мои ощущения, и это описывает Джотиш и карта рождения. Потом есть какие-то внешние объекты, которые вынуждены под это подстроиться. Почему они вынуждены подстроиться? Потому что они Чандос, они проявленные, они материя, они внешние. А Девы-то это божественные сущности. И проявленные сущности материальные обязаны подстроиться под божественные сущности по принципу иерархии. Хорошо, тогда я зачитываю следующий. Технологии познания и изучения мира, а также критерии выбора того или иного действия, партнеры, дела и прочее. То есть хотят технологию познания и изучения мира. И они хотят ее сейчас, чтобы я рассказал за одну-две минуты. Нет. Скорее всего, указал, есть ли она у вас или нет. Ну, конечно, она же есть, потому что взаимоотношения, они основаны на фундаментальных законах отношений. И, допустим, взаимоотношения с Урией Чандрой показывают фундаментальный закон отношений. Поэтому я буду знать, как строить отношения на основании этих законов и таким принципам. А из этого следует, как не подобрать партнера. И что там еще было в вопросе? Познание мира. Ну, познание мира, это умение за ним наблюдать и находить в этом закономерности. Умение наблюдать, это четвертая граха. А находить в этом закономерности, это третья граха. И если я знаю, какая должна быть сила наблюдения, сила внимания, тогда я знаю, как правильно наблюдать и как правильно внимать. Кроме того, благодаря третьей силе я буду знать, как находить закономерности, как отбрасывать отключения и как находить законы жизни. Или как найти источник этих законов, не познавая мир, а обратившись к авторитетному источнику всего готового знания сразу. Что там еще было, кроме отношений, партнерства и познания? Критерии выбора. Ну, в принципе, ответили бы. Ну, критерии выбора такие же. То есть, это выбор какого уровня, какая граха меня принуждает к этому выбору. И тогда становится понятно, для чего я это делаю. И качество или суть этой грахи показывает правильный критерий. То есть, если я покупаю для интеллектуальной деятельности что-то, там, ноутбук, телефон, он должен быть интеллектуальным. Если для приятных ощущений, он должен быть приятным по ощущениям. Если для имиджа, он должен быть крутым. К примеру. Ну, это очень упрощенно. Если было больше времени, я более подробно это рассказал. Но критерии, они следуют из того, что я знаю грахи, их сути и их проявления. Хорошо. Тогда следующий. Как правильно чисто получать ответы из простонавства и при этом не издержать их эгоистичными ощущениями в голове? Ну, как мне правильно получать ответы или знания учителя и не искажая их своим мнением, своим эго? Просто нужно понимать, только не есть и их не анализировать, не критиковать, не оценивать, не сравнивать. Тогда я их принимаю легко, правильно и чисто. И моя личность и интеллект в этом выключаются. Есть только восприятие знаний учителя, умение их почувствовать, принять и осознать. То же самое по отношению пространства. Я должен не вовлекаться туда своей личностью, не оценивать, не иметь собственного мнения и интеллектом ничего не перепроверять. Просто чувствовать, слушать пространство. Очень где-то глубоко, на уровне третьей, четвертой графе. То есть наблюдение, внимание и слушание. Просто слушать, не думать. если я думаю, включается пятая, шестая, седьмая графи. То есть моя личность, моя индивидуальность, мое мнение и мой интеллект, который может все исказить. тогда последний вопрос, который задан. И я прошу, если кто-то еще хочет ответы на свои, то напишите мне их или повторите. Хорошо. Если вы считали, что... Можем ваш вопрос не отвечать, потому что это будет последний. Какой выбор красоты, стрижки, окрашивания, чистки лица? Точнее, западный или медический? Это вопрос касается формального, интеллектуального подхода или он основан на ощущениях? Я даже не знаю, но скорее всего запад плоский говорит о том, что он формальный. Да, скорее всего он формальный. То есть это же можно спросить, какая диета хорошая? Тибетская, индийская или непальская или китайская? То есть человек не чувствует то, что он ест, не видит последствий от его еды. Ему нужна готовая какая-то схема интеллектуальная и он говорит, что это работает. В принципе, конечно, когда я хочу сделать календарь для каких-то рутинных действий, то тут не так все сложно, как, допустим, с тем, что я принимаю в себя, как еду или какие-то другие впечатления. Но я бы сказал, что для вас будет лучшим тот календарь, который вы получите для себя от наиболее авторитетного для вас человека. То есть определитесь, кого вы считаете для себя субъективно лично, самым авторитетным специалистом в этой сфере, астрологом. Если вам кажется тибетским, китайским, западным, неважно, вы ему доверяете. Он для вас пространство, он для вас авторитет. Вот у него просите календарь. То есть имейте авторитеты и у него просите знания или помощь, или советы. Если у вас нет авторитетов, то для вас все равно какой календарь. есть ли у нас где-то вопросы и никто их не признал. И я посмотрю еще при регистрации. Все остальные вопросы в принципе они такие очень похожи, я их не зачитывал. Остались несколько, но в то время с презентацией они были точно даны. именно в такой форме. Хорошо. Тогда сейчас я просто хочу сказать, что именно в ближайшие два месяца у нас будет два семинара, а несколько серии вебинаров, посвященных рахам. То есть это будет для новичков с точки зрения танка, джотиша и для продолжающих словно те, которые хотят познакомиться с центром джотиша. И вторая тема это Даши. Это ближайшие два месяца у нас будет. Также вебинаре по упаян. Средства коррекции рах рассказать. Это все. Я не буду рекламировать функции. Рекламировать не нужны. Те, кто понял суть, они уже знают прийти или нет. Тантра джотиш не нуждается в рекламе не потому, что он такой лучший, а потому, что и так все понятно и у человека есть ощущение надо это или не надо. Поэтому это не вопрос маркетинга. Тогда я скажу заключительное слово. Я добавлю и скажете заключительное слово. Значит, если вас что-то заиндексовало, просто напишите туда, где вы нашли информацию о сегодняшнем вебинаре. и также я при необходимости могу лично с вами переговорить по поводу того, что у нас обучение, что мы конкретно и как можем обучать. То есть у нас есть очное, заочное, онлайновое и другие формы обучения. Более конкретно у меня есть документы, которые я высылаю. И если надо, я лично с вами переговорю. Либо звукой, если наберется сразу вопрос. Хорошо. Хорошо. Теперь ваше напутствующее слово будем завершать. Понятно, что когда я говорил, это были какие-то слова, это была какая-то форма, какие-то символы в виде речи. Но они должны были быть выражением той сути, которую я хотел вам передать. И поэтому постарайтесь больше всего понять, осознать и прочувствовать суть того, что я говорил. форма была неидеальной по многим причинам, и я не надеюсь на идеальную форму. А суть постарайтесь заметить, понять и решить, она вам нужна или нет. А второе, что я бы хотел сказать на прощание, если вы в некоторой части этой встречи, в некоторые моменты чувствовали какой-то определенный опыт, вы что-то ощутили, вы нашли какой-то ответ на вопрос, к вам пришло какое-то осознание, даже может быть озарение, вам стало что-то понятно, какое-то просветление, такая вспышка света, и не как молния, а как свет джоти, свет знания. Тогда вы поняли суть этой науки, она просветляет, она освещает, как свет, который идет с самой главной силой. И запомнить это состояние, это ощущение, это может быть опыт частичного озарения, а может быть состояние всезнания, понимания, состояние легкости, всех возможностей, безграничности, простоты и одновременно целостности жизни. И если вам будет жизни не хватать, то в принципе вы можете использовать ту технологию, которую я сегодня отдавал, и снова опыту возвращаться, в себе его пробуждать, и самостоятельно, не обращаясь ко мне или к нашей школе, к моему учителю, просто находить для себя ответы с помощью тех, ну, можно сказать, методов или техник, которые я сегодня дал. Поэтому самое главное, это не какая-то информация, не слова, которые я говорил, а ту суть, которую я вам постарался передать, я получил у своего учителя Олега Покачева, суть джотиша и тантра-джотиша. И второе, что было главное, тот опыт, который у вас был, то, что вы чувствовали, то состояние, в которое вы вошли. Вот, я надеюсь, что это было состояние, очень близкое состоянию знания, может быть, глубокого знания, почти все знания, может быть, просто какие-то отдельные сферы жизни вам открылись. И самое главное, это вот этот субъективный опыт. Я что-то узнала, я что-то понял, я что-то осознал. На этом все, я с вами прощаюсь. Спасибо организаторам и Виталию, Тамаре и Валерию, всем, кто это организовал. Вы организовываете побольше, а я всегда готов поделиться тем, что я получил от своего учителя Олега Покачева. Благодарю. до новых встреч. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин